Десногорск Будет очень приятно, если вы будете знать историю нашего лесногорска Открытие новой экспозиции в музее первой школы Хороший сотрудник – это здоровый сотрудник Выездная диспансеризация продолжается Это очень хорошо и очень удобно Вперед! Вперед! Раскрыта сеть ОПГ А сейчас об этих и других событиях подробнее По распоряжению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Наша область попала в число регионов, которые получат субсидии на создание новых мест в школах Для реализации государственной программы развития дошкольного общего и дополнительного образования Выделят 25 миллиардов рублей Эту сумму разделят на 56 регионов Доля Смоленской области – 267 миллионов рублей Дети подготовительных групп четырех детских садов Десногорска Уже прошли углубленный медосмотр на базе лечебного учреждения Раньше подобные исследования дошколят проходили прямо в детском саду Но приказ Министерства здравоохранения все изменил О плюсах и минусах детского медосмотра в нашем первом сюжете Никто не будет спорить, что медосмотры для детей имеют первостепенное значение А вот почему и медики, и педагоги отнеслись к их организации с большой ответственностью Были составлены графики, списки детей, родителям заранее выданы направления Детский медосмотр проходит в три этапа Первый этап – это лабораторная диагностика Где детям проводится общий анализ крови с определением уровня глюкозы Общий анализ мочи Второй этап – это инструментальные методы исследования Электрокардиография, УЗИ, органов брюшной полости и репродуктивной сферы детей И третий этап – это осмотр специалистов с заключением педиатра Дети побывают у девяти специалистов Родители, которые их обязаны сопровождать в лечебное учреждение Сразу услышат диагнозы своих чат Советы и рекомендации Зададут вопросы и получат исчерпывающие ответы Мне лично удобно Почему объясню? Потому что здесь все-таки я могу поговорить и с представителями лечебного учреждения Организационные моменты какие-то свои уладить И также со специалистами непосредственно о здоровье ребенка Потому что на базе дошкольного учреждения это было сложно сделать Единственная сложность возникает у родителей, когда на время медосмотра им приходится отлучаться с работы Не все работодатели с пониманием относятся к ситуации Все специалисты на местах, народа немного Времени это заняло не так уж и много В общем-то на работе нас надолго не потеряют Мне понравилось тоже в больнице очень сильно Рекомендации врачей очень важны и для образовательных учреждений Владение полной информацией о здоровье каждого ребенка Позволяет создавать в детском саду необходимые условия профилактики заболевания и оздоровления воспитанников В саду Ивушка работает программа «Здоровье детей в руках взрослых» Результаты медицинских осмотров мы учитываем при определении оптимальной учебной и внеучебной нагрузки для воспитанников Для правильной организации режима дня А также советы врачей, рекомендации врачей мы учитываем при организации питания Углубленный медосмотр перед школой пройдут все дети 2009 года рождения Желаем им здоровья и удачи в первом классе 20 апреля молодежно-патриотическая акция «День призывника» прошла на территории войсковой части железнодорожных войск В ней приняли участие будущие защитники Отечества из районов Смоленской области Словонапутствие новобранцы получили от первых лиц региона «Вы уже проявили мужской характер и не стали увиливать от исполнения долга перед нашей Родиной Служите честно, служите достойно, будьте достойны боевой славы отцов и дедов» За время весеннего призыва из Смоленской области планируют призвать более 1200 человек Смоляне будут представлены во всех родах и видах вооруженных сил 10 призывников отправятся в президентский полк В преддверии 30-летия Чернобыльской катастрофы Сотрудники Десногорского пожарно-спасательного гарнизона провели для школьников уроки Они рассказали детям о событиях тех дней, о мужестве и подвиге пожарных Принявших на себя первые удары огненной и радиоактивной стихии В первой школе нашего города уже много лет действует музей В котором собрано большое количество предметов, посвященных истории создания Десногорска А 21 апреля в торжественной обстановке состоялось открытие экспозиции «Люди атомной энергетики» В историко-крывеческом музее школы собрались представители атомной станции, ветераны-первостроители, обучающиеся и педагоги Выставку посвятили 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС и 70-летию атомной отрасли На экспозиции представлены портреты и краткие биографические справки чернобыльцев, директоров Смоленской станции и передовиков атомной отрасли По каждому герою школьники подготовили познавательные доклады Строительство Смоленской АЭС началось с дружного коллектива людей, работающих на общую цель По ходу работ проводились набор и подготовка персонала, которому предстояло обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования А самая большая известность легла на плечи первого директора Ивана Андреевича Мелик Почетные гости рассказали школьникам о страшных событиях чернобыльской катастрофы Очень интересным было выступление Валерия Фукса о легендарной сосне-обелиске Сучки напоминают крест Справа там был, стоял памятник, значит, партизанам и мирным жителям, которых немцы вешали во время войны Как живут и чем занимаются друженики атомной отрасли на заслуженном отдыхе школьникам Рассказала председатель совета ветеранов Раиса Злокоманова Также на встрече ребята смогли задать вопросы о безопасности атомной отрасли в наше время И получить интересные исчерпывающие ответы В культурно-выставочном центре имени Тенешевых для любителей науки и техники 15 апреля открылась уникальная выставка изобретений великого итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи В некоторых машинах Леонардо сознательно в своих рисунках делал механические ошибки Для того, чтобы эти изобретения не копировали без его ведомого В Десногорске продолжается диспансеризация без отрыва от производства Сотрудники транспортного предприятия АО «РНП Автотранс» смогли пройти медицинское обследование прямо на рабочем месте В программу осмотра входит самый минимум – забор крови, кардиограмма сердца и измерение давления Именно эти процедуры отнимают много времени и становятся одной из причин отказа от диспансеризации Очень удобно то, что все делается на месте В пределах рабочего времени можно прийти, сдать кровь, пройти, сделать ЭКГ и померить давление и все остальное Такая форма медосмотров практикуется десногорскими медиками уже четвертый год Сотрудники предприятия «Автотранс» проходят диспансеризацию таким способом второй год подряд В прошлом году на предприятие осмотрели 70 человек Хороший сотрудник – это здоровый сотрудник, который трудится на предприятии без больничных, без каких-либо проблем В этом году проверить свое здоровье за два дня без отрыва от производства смогли 40 работников предприятия А сейчас криминальные новости Более года на территории Рословского района действовала группировка, которая занималась организованной проституцией Смоленские полицейские с помощью бойцов отряда СОБР задержали преступников Подробности вы узнаете далее Началось все с того, что 30-летняя жительница Рословского района решила организовать свой бордель Так как у нее в этом деле был большой опыт Доходный бизнес был поставлен на поток На мамку работали несколько девушек Поддержку или по-другому крышу она получала от 35-летнего знакомого, ранее судимого за вымогательство Несколько Рословских увеселительных заведений предоставляли помещения для интимных игр На данный момент все участники задержаны и ведется следствие В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации Организация занятия проституцией и вымогательства Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы Новости спорта Два дня, 23 и 24 апреля В физкультурно-оздоровительном комплексе Десна будут проходить областные соревнования под бомбинтону Все желающие могут поиграть в бомбинтон или поболеть за своих спортсменов Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна-ТВ.ру Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов Спасибо за внимание, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова